Заплати всего 25% от суммы и новое платье сразу твое, а дальше оплачивай его равнозначными до-ля-ми. Новый способ покупок без комиссий и переплат. Установи приложение до-ля-ми. Всем привет! С вами Люда Плаш-Суприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Ну что, сезон отпусков в разгаре. Сегодня я бы хотела вам рассказать, приоткрыть, скажем так, завесу тайны, где же и как отдыхают члены королевской семьи. И по секрету скажу, что отдыхают они, естественно, по-королевски. Будет очень интересно, будет очень по-летнему, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чек кофе и погнали. Ни для кого не секрет, что покойные ныне королевы Елизаветы и принц Филипп каждый год на летние каникулы отправлялись в шотландский Балморелл. Этот замок был самым любимым местом королевы Елизаветы, и в документальном фильме «Наша королева в 90-е» принцесса Евгения сказала о Балмореле именно там. Я думаю, бабушка очень счастлива там. Я думаю, что она очень-очень любит Highlands, прогулки, пикники, собаки, много собак, всегда есть собаки. И люди все время приходят и уходят. Во время пребывания в Балмореле семья всегда собиралась вместе, чтобы сходить на пикник, покататься на лошадях, устроить барбекю, порыбачить на реке Ди. И именно в летнем Балмореле Елизавета устраивала ежегодное мероприятие для сотрудников – «Гиллес Болл». Тут такой балл своеобразный. Еще в 1852 году, когда королева Виктория приобрела Балморелл, вместе с ее мужем они устроили такие танцы, которые впоследствии получили название «Гиллес Болл». Ну вот, собственно, оттуда и пошла эта традиция. Что говорит шеф-повар королевской семьи Даррен Макгреди в книге «Еда по-королевски»? Бал был шотландской танцевальной вечеринкой, организованной в знак благодарности персоналу за всю их тяжелую работу. И каждый член королевской семьи в резиденции и их гости должны были присутствовать. Кстати, ежегодный бал также показали в сериале «Корона». По словам Волынщика Скотта Бэтвена, перед самой кончиной Елизавета работала над организацией этого бала. Он сказал, что Ее Величество пригласило его на бал, который должен был состояться 22 сентября. Но, как мы помним, 8 сентября королева не стала. Был ли Балморелл единственным местом для отпуска Елизаветы и Филиппа? Не думаю. Полагаю, что когда тебе доступны все виды транспорта по одному только щелчку пальцев, то ты можешь в любой момент на пару дней отправиться куда-нибудь на острова, позагораться вдали от любопытных глаз. Особенно, когда в твоем распоряжении есть яхта, которая, в принципе, сама по себе уже и является уединенным и отдаленным местом. Королева просто обожала яхту Британия. Интересно, что яхта четыре раза использовалась для проведения медового месяца. Мне кажется, что этот формат просто идеальный. Первый, кто использовал для этих целей яхту, стала принцесса Маргарет. Они со своим мужем Энтони путешествовали по Карибскому морю. Затем Анна и Марк Филлипс, но их свадебное путешествие, было омрачено штурмовой погодой и, как следствие, морской болезнью. Диана и Чампс путешествовали по Средиземному морю. И последними свадебными путешественниками на яхте стали принц Эндрю и Сара Фергюсон. И они путешествовали по Азорским островам. Печальный факт, как вы поняли, что соединяет всех этих молодоженов, то, что они путешествовали на яхте, но еще все они развелись. Не то, чтобы это было каким-то морским проклятием, но, тем не менее, факт остается фактом. Королева же Елизавета использовала яхту не только для семейных путешествий, но и для рабочих визитов. Ну а что, не дурно, когда ты прибываешь такая на яхте, на яхте Британии, а не на самолете. Когда же Британия, отслужив верой и правдой королеве 40 лет, была отправлена на заслуженный отдых, Елизавета плакала на прощании со своей любиминцей. Многие уверены, что это было очень трудное для нее решение. Кстати, все часы на яхте остановлены в 15.01, в момент, когда Елизавета сошла на берег с яхты Британии. Даже плакать захотелось, хотя это всего лишь яхта. Всего лишь яхта, подумаешь. Что еще известно об отпуске королевы Елизаветы? Ну, например, до того, как она стала королевой, после свадьбы с Филиппом, они отдыхали на Мальте. Они провели там все лето, и Елизавета и Филипп останавливались на вилле Гуардамангия в Валете, столице Мальты. Елизавета однажды призналась, что Мальта всегда была для меня особенной. Я помню счастливые дни здесь с Филиппом, когда мы только-только поженились. После смерти Ее Величества этот дом стал мемориалом. Пока я готовила это видео, я поняла, кому из всех роялсов больше всего повезло с отпуском. Принцессе Маргарет. И я совершенно не удивлена. И сейчас я вам расскажу, почему, и вообще расскажу всю историю. 50 лет назад некий Колин Теннент, третий лорд Глен Коннор, купил крохотный остров Мюстик за 45 тысяч фунтов. Это небольшой кусочек суши площадью 6 квадратных километров в Карибском море. И дабы, как сейчас говорят, раскрутить и распиарить это место, он подарил 400 соток на свадьбу принцессе Маргарет. Ну, мол, вот такой вот у меня вам презент. Принцесса же оценила этот подарок по достоинству и на территории построила дом с садом и пляжем. Соседом принцессы, кстати, был Мик Джаггер, с которым вроде бы как у них были какие-то амурные отношения в тот момент, в тот период. Не знаю, но тем не менее. Маргарет просто обожала остров, обожала свой дом. Всего на острове построено 114 вилл. Может быть, сейчас больше, но во времена Теннента было 114. Именно столько он лично разрешил построить. В 1977 году королева Елизавета посетила остров Мюстик, ее лично встречала Маргарет. По делам ли приехала венциносная особа, либо просто отдохнуть совершенно. Не важно, когда у твоей родной сестры есть домик на острове, это всегда такой маленький бонус. И всегда очень хорошо. Зачастую для отдыха Маргарет выбирала именно остров и только остров, хотя иногда она себе изменяла и отдыхала на Багамах, что тоже неплохо. В 1998 году принцесса Маргарет подарила дом своему сыну Дэвиду Армстронгу Джонсу, но он подарок не оценил и продал его третьим лицам. Ах, как захотелось сейчас надавать по щам просто Дэвиду. Чарльз и Диана. В 1987 году принцесса Уэльская и Чарльз были замечены с детьми на Майорке. Тогда они отдыхали вместе с испанской королевской семьей, которая ну очень любит Майорку. Также известно, что Диана отдыхала на острове Неккер в 1989 и 1990 году вместе с детьми. Но по некоторым данным Диана также побывала на острове вместе и с сестрами. Вообще, когда ты настолько известная персона, то в принципе никаких других вариантов, как отдыха на островах, для тебя не остается. Именно там можно хоть как-то скрыться от посторонних глаз, так что роялсы и острова, ну история вполне себе логичная и понятная. В 1993 году, после того, как Чарльз и Диана разъехались, она отправилась с детьми на остров Невис в Карибском море. В любом случае, Диана очень любила проводить время именно на воде и особенно с детьми. Здесь я ее очень понимаю, я море просто обожаю. Зимой же принцесса выбирала горнолыжные курорты, ах, как это непредсказуемо, в Австрии и в Швейцарии. В марте 1992 года семья отдыхала в Австрии, тогда Чарльз и Диана срочно вернулись обратно в Великобританию. Отец Дианы, граф Спенсер, умер от сердечного приступа. И для Уильяма и Дианы, которые остались одни с няней, охраной и друзьями Дианы, вот, собственно, в Австрии, это был последний отдых с мамой и папой. По поводу горнолыжного отдыха. Члены королевской семьи очень часто ездили в Швейцарию, в Клостерс. Местечко было настолько популярно среди роялс, что там есть два кресельных подъемника, названные в честь Чарльза. Вот настолько часто он там бывал, но в 88 году друг Чарльза, Хью Линси, погиб на курорте под лавиной, что бросило тень на некогда популярное место у семьи, и они там больше не появлялись. Кто вспомнит, какая связь у курорта и у британской королевской семьи, которая возникла аж спустя 16 лет после инцидента? Ну-ка. Именно там были сделаны первые фотографии Кейта Уильяма в 2004 году. С того момента весь мир узнал о подружке принца, но об этом мы с вами еще поговорим чуть позже. Про отдых же Чарльза и Камиллы известно совсем немного. Известно, что в этом году они также отправятся в Балморал по традиции, об этом я уже говорила в пятницу. Соберется ли там вся семья, как при Елизавете, пока неизвестно. Будем с вами ждать новостей. Также у короля и королевы есть резиденция в Уэльсе, которую они иногда выбирают для своего отдыха. Но есть одно место, которое долгие годы служило для Чарльза и Камиллы летним домом для отдыха. Это греческий остров Корфу. Место, где родился принц Филипп. Кстати, в 2022 году принц Эдвард вместе с семьей провел там две недели. Вот уж про чью отпускную локацию мало что известно. Настоящая приватность. Многим бы поучиться. А вот что касаемо самого Чарльза, есть у него одно место, которое постоянно становится поводом для каких-то шуточек и добрых подколов. Кусочек сердца короля Великобритании отдано Трансильвании. У его величества даже есть поместье в этом регионе. И впервые Чарльз посетил Трансильванию в 90-е. А спустя 16 лет решил приобрести там и недвижимость. Видимо, очень долго взвешивал все за и против. Поместье расположено недалеко от деревни Вискри. Кстати, когда Чарльз не в Румынии, он сдает поместье в аренду. В 15-м году он основал фонд принца Уэльского в Румынии, чтобы помочь сохранить наследие региона. Также этот фонд работает с местными ремесленниками, фермерами и так далее. Все очень-очень в духе Чарльза. Кейт и Уильям. Как я уже сказала, в 2004 году принц Уильям отправился с тогда еще никому неизвестной девушкой на отдых в Швейцарии покататься на горных лыжах. Курорт Клостерс ура снова принял голубокровных гостей. Видимо, Уильям не склонен к суевериям, и трагедия, которая случилась более 15 лет назад, совершенно его не смутила. Что и правильно. Конечно, все остались живы и здоровы, но тайне принца Уильяма пришел конец. Вездесущие газетчики, а именно The Sun, я уже рассказывала эту историю в видео про суды королевской семьи, сделали там первые фото с его новой подружкой. Ну а что было дальше, мы с вами и так уже знаем. Как знаем одно из мест для отдыха Уильяма и Кейт. Швейцария Клостерс. Другой скандал с газетчиками случился с парой в 2012 году и тоже случился на отдыхе. Французское издание Closer тогда опубликовало фото Кейт Топлес. Тогда Уильям и Кейт находились на отдыхе во Франции, в уединенном замке сына принцессы Маргарет. Интересна мне, кстати, вот такая мысль. Из-за наличия замка во Франции сын продал дом на Мюстике, чтобы как бы было накладно содержать два места. Но да ладно, история умалчивает. Именно там газетчики и засняли Кейт, за что потом получили суд, разбирательство, и, собственно, Кейт с Уильямом выиграли этот суд. Еще известно, что Кейт и Уильям вместе с детьми неоднократно посещали остров Треск, архипелага Сили, который находится к юго-западу от графства Корнуэлл. А, кстати, на острове Мюсте Кейт и Уильям тоже отдыхали. В далеком 2008 году Джон и Белли Робинсон, основатели Джиксо, где работала Кейт, пригласили пару на свою роскошную виллу Гибискус. Но вот что интересно, на момент приезда Уильяма и Кейт на остров в первый раз, родители Кейта отдыхали там уже 12 лет подряд. Ну, если верить словам управляющего. Видимо, мама и папа не хотели брать с собой детей. Да и правильно, можно на острове Мюстик и без детей отдохнуть. Принцесса Беатрис не так давно была замечена в Сан-Тропе. Это одно из самых любимых ее мест. Также среди фаворитов принцессы Ибица, где, например, сейчас отдыхает Мария Олимпия греческая. Беатрис и Евгения также нередко отдыхали в Испании, в Сотогранде, в местечке, где у Сары Фергюсон, оказывается, есть недвижимость. Ну, сам Бог велел, в принципе. Кстати, Сара и Эндрю отдыхают там с 2009 года, может быть, как раз с того момента, как герцогиня Йоркская и прикупила домик. Когда скандал с Эпштейном разгорелся с новой силой, Сара увезла именно туда Эндрю, дабы тот отвлекся и сменил обстановку. Вот такая вот заботливая Фергю. Всем бы такую бывшую супругу. Бывшую-небывшую, как мы понимаем. Касаемо принцессы Евгении, мамы двоих детей поговаривают, что она неравнодушна к Франции. Но стопроцентной информации на этот счет нет. Известно, что Евгения и Джек провели несколько дней на юге-востоке Франции, где проходила свадьба брата Джека. И, возможно, кстати, Португалия тоже имела сердцу Евгении распара хоть и по работе, но хотела туда переехать. Правда, пока никакой информации нет. Евгения после рождения второго ребенка вообще залегла на дно, ушла в максимальное материнство. Дай бог счастья семье, дай бог все там в порядке. Отдыхай, Евгения. Как никто тебя понимает. Зара и Майк Тиндал много времени проводят в Австралии, как я вам уже и рассказывала. Они вообще хотели туда переехать, так как климат в Австралии, естественно, получше, чем в Британии. Но пока переезда не произошло, Зара и Майк продолжают туда летать не только по работе, но и на отдых. Совмещают приятное с полезным. У них это получается на ура. Также известно, что пара отдыхала в Греции на роскошном курорте Костановарина в регионе Аполлапанес, где Майк принял участие в турнире по гольфу. Тоже весьма приятное, весьма полезное получилось путешествие. Вообще это действительно в духе пары. Я так и вижу, что они умеют совмещать работу, кайф, отличный отдых, друзей, друг друга и семью. И, кстати, еще королевскую семью, да. Ну и наша любимая парочка, которую мы часто с вами ругаем за то, что приватность у них какая-то неприватная. Но что касается совместного отдыха Мэган и Гарри, то про него известно мало. Да, мы знаем про Ботсвану, куда они отправлялись на отдых. Или даже лучше сказать на свидание, где они узнавали друг друга получше, что бы это ни значило и как бы это ни звучало. Через год они снова вернулись на континент, они посетили Замбию и около трех недель Гарри и Мэган отдыхали в Африке, празднуя день рождения герцогини. Еще известно, что пара отдыхала на Ямайке в 2017 году. Но опять же, как отдыхала? Они приехали по случаю свадьбы друга Гарри, Томана Инскипа. Тогда, видимо, они с Томом еще были друзьями. И еще известно, что во время австралийского тура пары, посещая Фиджи, они остановились на частном острове Каибу, куда добраться можно исключительно на личном самолете. На острове всего три виллы и самая роскошная из них – Делана Вилла. Предполагается, что именно в ней и разместились, собственно, сасокские. Справедливости ради надо сказать, что там они провели всего лишь одни сутки, но думаю, что эти сутки были роскошными. В 2019 году пара вместе с трехмесячным Арчи укатила на Ибицу отмечать день рождения Мэган. Тогда The Sun писали, что они арендовали виллу Сокальма в поместье Виста Аллегри за почти 110 тысяч фунтов в неделю. Мэган, которая бывала на Ибице с подругами в 2016 году, наверное, устроила Гарри приватную эксклюзивную экскурсию с подробным описанием, что и где. Поговаривают, что Ибица для Мэган – самое любимое место. После Ибицы их заметили в Ницце. Пара прилетела погостить к Элтону Джону на виллу Кастельмон-Албан. Тогда, кстати, Гарри и Мэган знатно получили от общественности за использование частных самолетов, и сэру Элтону пришлось вмешаться и сказать, что самолет сасовским предоставил он. Правда, что это меняет в загрязнении атмосферы, против которой так рьяно Мэган и Гарри выступали тогда, непонятно. Не так давно уже, благодаря инсайдерам, мы узнали, что пара два лета подряд отдыхала в Малибу. Видимо, дорогостоящие джеты им никто не оплачивает, так и на шикарные виллы тоже никто не зовет. Хотя, может быть, может быть, эту сторону жизни они научились не афишировать и не выпячивать, дабы не отхватить в очередной раз от эко-активистов за использование частных джетов. Но, опять же, не бесить простых людей. Ну, или денежек на лакшери курорты там стало поменьше. Ну, а тем временем, на сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что такое большое количество солнечных фотографий, красивых мест вам подняло настроение. Я очень надеюсь, что вы в этом году тоже где-то отдохнули, отдыхаете или отдохнете. Я желаю вам прекрасного настроения. Спасибо. Проверьте, подписаны ли вы на канал. Ставьте обязательно royal like этому видео. Мне очень всегда приятна ваша поддержка. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok